слава богу аллилуйя слава иисусу христу спасителю нашему господу братья и сестры доброе утро всех приветствую именем господним именем иисуса христа сегодня вот 30 мая до утра из петербурга всех приветствую шалом дети любви гряди господи светлана пишет аллилуйя роман шалом народ божий мир и любовь путили господнему аминь аминь слава богу господь да благословит всех вас и наше жительство на небесах откуда мы ожидаем и спасителя господа нашего иисуса христа филиппийцам 320 вот это местописание господи спасибо тебе это местописание действительно говорит нам боже о великом о святом спасибо тебе господь спасибо о нашем жительстве о новой жизни спасибо 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 братья и сестры на самом деле ведь жизнь верующего человека здесь на земле этой временной обители нашей это лишь как вот можно сравнить запах с кухни это еще не сам обед еще это только приготовление еще тогда шалом лихаем шалом алейхем аллилуйя да арсений слава богу шалом шалом мир божий братья и сестры дорогие друзья и жительство наше на небесах дамы граждане разных стран народов до представители но мы один народ один народ есть божий куменизм такой божий интернационализм знаете ли в этом миру в этом мире все но когда без бога то все опошляется знаете ли и идея единения верующих единстве и тема и вот братской такой любви все опошляется но во христе все всему возвращается первозданный такой знаете ли смысл слава богу и как допустим идея интернационализма да святая божья идея апостол павел еще еврейский апостол павел так говорил 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 когда проповедовал в афинском алиапаге он говорил пред язычниками многим выступал и он сказал что да может быть они ожидали от от этого еврейского проповедника какое-нибудь заявление типа того что вот мы там белая косточка голубая кровь а вы как бы второй сорт или третий сорт что мы как бы высшая раса или что то еще возможно не были свои предупреждения антисемитизм и в то время в древнем мире тоже бытовал знаете ли так вот и был распространен среди разных народов и многие видели бога в том что бог избрал евреев видели гордыню как бы там не начать и поводы к осуждениям пока евреев но апостол павел еврейский апостол выступая пред язычниками сказал совсем по-другому не так наверное как они предполагали а он сказал так как именно дух святой бог вдохновлял его говорить и он сказал что бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначив пределы обитаний аллилуйя александр тоже подключился да приветствую вас братья и сестры рад нашему общению аллилуйя слава богу и действительно божий такой святой интернационализм есть во христе иисусе и наше общее гражданство да мы граждане разных стран на счета но в первую очередь граждане неба я гражданин россии вот насчет являюсь украинскими епископом священнослужителем даже на границе порой особенно сейчас вот во время войны этой последние годы на границе порой спрашивают видят паспорт российские посвящение украинское священнослужители так вы кто я говорю я говорю за дружбу народов а ну тогда ладно проезжать короче вот так вот так что за дружбу народов во христе иисусе петр да тоже подключился святки с кирова привет передает всем слава богу благоставляю всех вас во имя господне вот даст бог и кирове на вятке вновь побываю давно не был там уже честно говоря а так проповедовал в прежние годы тоже и на вятке в кирове слава богу вот и братья сестры все водимой духом божьим суть цены божьи вот вчера то что читал вот как раз римлянам 8 глава 14 стих вновь хочу напомнить потому что коли жительство наше на небесах то вот подсказка свыше есть для нас от духа святаго в 16 стихе ниже написано сей самый дух свидетельствует духу нашему что мы дети божии это римлянам 8 16 уже дух божий свидетельствует как допустим гражданство земное да какое свидетельство до гражданства земного александр герда пишет тоже мира божьего желает радости всем да значит братьям и сестрам слава богу аллилуйя и вам тоже брат дорогой шалом мир божий и вот свидетельство гражданство вот допустим вот если я гражданин допустим такой-то страны да то значит какое свидетельство моего гражданства ну паспорт вот да допустим основной документ до гражданина вот значит показываю да значит люди видят да ну вот гражданин да ничего не скажешь правильно вот и как этот майковский говорил там да читайте и завидуйте ягод гражданин советского союза но слава богу этого безбожного союза уже нет уже давно уже слава богу хотя нам промывали мозги и каждое утро вот в это время как раз в 6 утра нам пели что союз нерушимый республик как бы свободных там и прочее но слава богу все вполне рушимо то что без бога все рухнет рано или поздно слава богу да друзья и но сегодня знаете ли свидетельство намного больше чем паспорт страны свидетельство духа святаго это намного больше это паспорт небес это паспорт с неба самого это гражданство неба поэтому перефразировав майковского он о паспорте советском говорил да но я скажу о паспорте небесном о паспорте божьим читаете год да ну завидуйте может быть завидуйте даже но лучше даже не завидуйте а лучше тоже всем 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 и вся бог же предлагает это гражданство знаете ли ты не то что там допустим вот примеру чтобы стать гражданином америки да вот надо там ну пройти там процедуру определенная это не так-то просто да там экзамены там насчетом насчетом и клятва присяга значит там как бы ну то есть как бы это ну довольно непросто да получить американское гражданство а есть страны где стать гражданином вообще в два счета вообще в течение там 1 1 дня и раздают на право налево паспорта уже все вот но это совсем как бы такое уже но самое интересное божий паспорт божьего царства как бы и то и то присутствует с одной стороны это очень трудно с другой стороны очень легко вот как-то удивительно конечно чем дальше тем больше удивляюсь я этому конечно потому что с одной стороны это бесплатно для всех пожалуйста всякий кто призовет имя господне спасется это это для всех и каждого это но нет на земле человека которому бы вот ну было бы отказано в этом гражданстве вообще небесами и небеса сказали бы нет не достоин вот нет не готов принять гражданство нет нет такого на земле вот из всех миллиардов человеков что жили на земле и живут нет такого и не родился и не может такой даже родиться человек которому могло бы быть отказано в гражданстве божьем гражданстве небес вот с одной стороны и это бесплатно это совершенно бесплатно это совершает подарок это дар божий все но с другой стороны это даром не потому что это бесплатно это дешево это слишком дешево да нет как раз наоборот это слишком дорого чтобы это можно было приобрести вообще это слишком сложно чтобы можно было заработать своими Это слишком, это невозможно даже. Знаете, как вот порой у нас, у человеков, у людей просто, даже порой у верующих, такое понимание упрощенное греха и недооцениваем порой мы проблему греха. Вот, и многие люди религиозные, да, ну, как говорится, гомор-олегары, да, человек религиозный, люди религиозные пытаются бороться с грехами, с греховными наклонностями своими, с грехами, вот, и это очень хорошая, как раз такой, ну, хорошая иллюстрация того, что нам свойственно людям недооценивать проблему греха. То есть, если я борюсь с грехом, это значит, что я просто не понимаю вообще, что происходит вообще, я не в курсе вообще, я не понимаю, я считаю, что я могу побороть грех. Нет, на самом деле, это из-за того, что мы недооцениваем проблему греха. Я это и по себе смотрю. Когда начинаю бороться с каким-то грехом, с какими-то греховными наклонностями, я себя каждый раз ловлю за руку и говорю, стоп, Сергей, стоп, стоп, нет. Это из-за того, что ты недооцениваешь эту проблему, проблему греха. Когда я начинаю сам ввязываться и бороться с грехом, это означает, что я не понимаю суть этой проблемы. А суть проблемы в том, что это глыба такая, неподъемная, это не просто камешек, это не просто камень, который я могу там пыхтеть, кряхтеть, там стараться как-то, но все-таки как-то там поднять или там приподнять или отодвинуть. Нет, это даже не просто гора какая-нибудь, допустим, там большая гора. Нет, нет. Это Эверест настоящий, Джамалундма. Представьте, вот если бы вы подошли к самой большой горе на Земле, к Эвересту, допустим, да, вот, значит, Джамалундма, да. Вот, подошли бы к этой горе и вам предложили бы эту гору поднять. Знаете, если бы вам предложили поднять бы камень, ну, по силам вашим, скажем, нет проблем, я подниму. Если бы предложили бы камень поднять там, который чуть больше ваших сил, вы там как бы сомневались бы и там, может, кряхтели бы, но как-то, может быть, с подругом какими-то, но все-таки как-то, может, сдвинули бы его. А если бы вам предложили бы камень там, величиной там с дом, как, опять-таки, Маяковский писал, вспоминаю сегодня Владимира Маяковского опять снова и снова, как говорится, паки-паки. Он писал там, что один, даже если очень самый важный, не поднимет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. Помните, да? Ну, это еще со школьной программы запомнилось все это. Все-таки то, что в детстве, в юности, значит, чем голову забиваешь, это на всю жизнь, в общем-то, точно. Наставь юношу, если плохому наставить, да, то до конца дней. Это вся вещь, это, не знаю, тоже, опять-таки, с этим пытаешься бороться, но я нахожу для себя только лишь один вид борьбы такой. Кровь Иисуса Христа, а все вот то, что записано, как бы, да, вот на моих извилинах, то я, значит, во славу Божью все обращаю. То есть, в примеры именно как раз противоположные. Даже те же самые советские песни, которые просто порой, ну, они просто на уровне подсознания в тебе уже, знаете ли, вот, годами Советского Союза просто промыты мозги. Но, знаете, я нахожу для себя решение такое, я начинаю, даже если вспоминаю эту песню, она сама-само вспоминается, советская такая, ну, пропагандистская такая, коммунистическая, вот, то я, значит, начинаю ее переделывать для себя и славлю Христа, славлю Господа, вот, на тот же мотив, ну, немного переизменив слова только и все. Вот, поэтому и Маяковского, я думаю, он не против, думаю, он только за, чтобы его слова, которые он адресовал там то партии, то советскому паспорту, то еще не пойми чему, вот, чтобы, значит, чтобы это все было обращено во славу Божью, во славу Господа. Вот, так что, вот так, один, даже если очень самый важный, не поднимет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. Вот, представьте, поднять дом пятиэтажный, невозможно, а нечто большее, здесь в Петербурге, здесь такие дома огромные, здесь есть такой огромный дом, и, правда, к нему так еще не подъехал, но здесь вот он, значит, со всех сторон виден, его называют, некоторые называют его, кукурузиной называют его, некоторые называют его этим, игла, игла, о чем я говорю, как называется он, я забыл, это... Короче, это какой-то офис там, какого-то там, не знаю, корпорации какой-то, конгломератов каких-то там, не знаю, вот, нефтяных каких-то компаний там, или газовых, не знаю, ну, что-то такое. Вот, значит, и этот монстр, это огромное такое сооружение, небоскребище, вот, значит, по сравнению со всеми постройками остальными Петербурга, это просто небоскреб, со всех сторон он виден, вот, торчит как игла, как штык такой какой-то, на самом деле, из земли, вот, но, ну, опять-таки, подними вот это здание огромное, нет, конечно. Вот то же самое бороться с грехом, важно вовремя понять, что бесполезно, вот, важно вовремя понять, осознать, что есть только лишь кровь Иисуса Христа, лишь Господь Спаситель наш, Иисус Христос, и вот нужда в Спасителе, она блаженна, она благословенна, я это по своей жизни вижу, что каждый раз, когда я осознаю, еще больше и больше осознаю нужду в Спасителе, то, знаете ли, просто гора с плечи сходит, все мои потуги поднять, какие-то камни, какие-то горы переставлять, нет, сам не переставишь, но именем его, запросто, любой Эверест, отсюда, туда и обратно, и куда хочешь, переставляется. Любая проблема греха, она решается не нашими потугами, а нашим, как раз, как ни странно, в немощи совершается сила Божья, нашим, как раз, вот, просто пред Богом, смирением таким, я понимаю, что да, моя жизнь, она на небесах, здесь, что я живу на земле, то живу я верой в Господа моего Иисуса Христа, все, то есть, моя жизнь на земле, это взирать на Господа, на начальника веры, и на совершителя веры Иисуса Христа, слава Богу. Арсений здесь тоже написал послание такое, чем теснее наша связь с Богом, тем больше мы находимся в Его присутствии, тем мы святее, потому что Он един свят. Святое свящается, да, можно так сказать, да, на самом деле, да, вот как раз вот перефразировать тоже, да. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья, братья и сестры, Господь благословит нас, потому что Он свят. И вот когда в литургии православной, когда перед причастием, да, уже, ну, уже в апогей такой богослужении, когда священник восклицает «Святое святым», поднимая хлеб святой, то хор поет «Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь». Один из самых таких трогательных моментов литургии, вот, который я переживаю, и, знаете, один из, ну, для меня самых таких сокровенных, таких просто трогательных моментов. Каждый раз, знаете, уже больше 30 лет церковнослужитель, я священнослужитель, но, скажу, есть моменты, которые настолько таинственные, настолько удивительные, что, не знаю, вот всю жизнь, наверное, их переживаешь и не переживешь. Только лишь вечности можешь узнать. Когда в 87-м году, в 88-м я чтецом служил, как раз, как алтарник, как чтец, и панамарь там, значит, все, ну, все вместе, короче. И на Дуде, и, говорится, все, короче. Вот, в храме служил там у отца Иоанна Квитович метрофорный протерей, значит, в Орловской, тогда Орловско-Брянской епархии. Да, 87-й, 88-й год. И, значит, и, знаете, хором руководил тогда, кстати, тоже, вот. Ну, в 87-м так, только лишь раз в неделю, два раза в неделю, а уже в 88-м уже, уже постоянно уже в храме, в служении был. Вот, на полное время уже, как говорится. Да. Вот, Бог помогал, кстати, и, слава Богу, спасибо Господи за всем, спасибо. Вот, и отец Иоанн тогда наш, протерей наш, он удивительные вещи говорил тоже, как раз, вот, ну, то, что можно назвать темой литургического богословия, одним словом. И вот, что мне запомнилось, человек уже много лет, на тот момент служил уже священником, вот. Я не помню, сколько даже, ну, примерно там, допустим, лет 40-50 уже там священник, да. И вот, он переживал каждый раз, вот, этот момент, и он особенно трогательно, а в алтаре это было видно, он уже старенький человек, и он плакал часто, вот, пред престолом. И, ну, в храме там мало людей было в храме, у нас там всегда, значит, это село Лепешкино, но это в черте города Орла самого. Вот, и, ну, люди это не видели, но, может, догадывался кто-то, но батюшка наш, он постоянно там, вот, если молился перед престолом, да, вот, как раз вознося хлеб, он часто плакал и переживал это очень сильно. Для меня, для молодого человека тогда это было очень таким, ну, хорошей школой такой, знаете ли, именно литургического богословия. То, что в семинаре потом преподавалось, преподносилось нам о литургике, это, ой, к сожалению, это была такая, ну, так, грубо говоря, пошлятина. Если так положа руку на сердце, это пошлятина. Больше вреда, чем пользы, я думаю, уроками этим было принесено, ну, в мою жизнь, по крайней мере. Но польза именно, вот, в понимании литургики православной, это было в практике, молитвенной практике, вот, отца Иоанна и некоторых других священнослужителей. Вот это была моя школа, мои университеты. Вот, и до сих пор это переживание. И в древности в Византии еще, когда священник возносил хлеб, и он провозношал святое святым, то этот хлеб обносили его перед всеми, выносили его и показывали его всем людям. Слава Богу! Арсений тоже, да, согласен насчет семинарского литургического богословия «Сплошная мертвичина и ересь». Да, знаете ли, вообще, как таковое, я очень скептически отношусь ныне, вообще, к богословию как таковому. Потому что, на мой взгляд, это все равно, что пытаться любовь объяснять с помощью физики, химии, биологии. Можно объяснить, и объяснить хорошо, объяснить можно, да. Но если этот физик, химик, биолог, если он сам влюбится, то он действительно тогда только лишь поймет, что такое любовь. Поэтому, знаете ли, вот богословием понять, объяснять, вот, Бога, все вокруг нас происходящее, спасение даже, все, что хочешь. Я богословских этих учебников много в свое время перелопатил, да. И православных, вот, и потом впоследствии протестантских и католических тоже ознакомился. Вначале только лишь знал наше православное учение, вероучение. Потом уже стал знакомиться, 20 лет назад стал знакомиться с протестантским и с католическим богословием. Но, познакомившись и с протестантским, и с католическим богословием различным, я стал еще больше лишь понимать, что на самом деле богословие, это как вот в семинарии в Загорске, у нас там дразнили сами же семинаристы, бессословие говорили. Вот, и богословов, так вот между собой называли бессословы. Потому что, да, дьявол тоже из Писаний много чего ассоциирует, значит, но он не любит Господа. Вот, а кто не любит Господа Иисуса Христа, только лишь любовью можно познать истину. Да, Милана подключилась тоже, да, доброго-доброго всем дня, мир и благодать от Господа нашего Иисуса Христа. Аминь, аминь. Алекс, шалом, аллилуйя. Приветствую всех святых, братья, сестры, дорогие друзья. И сегодня, ну, я говорил, что вот в древности хлеб всем показывали, но если брать еще древнее, как бы, да, древнее, не поздний византийский период, а еще раньше, то вообще всем давали хлеб на руки. Возьмите себе хлебушка, я хочу причаститься сегодня тоже, вот, рассуждаю о теле и крови Христа. И эти дни последние, вот эти несколько дней, я вот просто беру хлеб, у меня мацан здесь, опресники и воду, хлеб и воду, и причащаюсь, рассуждаю о теле и крови Христа. И для меня причастие, это вот как тон в возгласе «Святое святым» и ответный эхом отклик «Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца Аминь». Для меня причастие вот в этом отклике «Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца Аминь». И сегодня, Господь, я восклицаю это вновь и вновь, Боже, и провозглашаю это, и благодарю Тебя, Господь, потому что Ты единый святой, Господь, Ты единый святой. Да, Ты нас называешь своими святыми, да, Ты нас называешь своими детьми, но Ты Бог святой, подлинно святой, и никто не свят. Нет никого, кроме Тебя, Господь, действительно, по большому счету, Ты, Ты, только Ты, на самом деле. Как в той песне поется, в старой доброй еврейской песне «Адоналам, ашермалам, бетерамку, ецернивра». «Властелин мира, властелин всего мира, слава Тебе! Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое, мой Бог, Царь! Благодарю Тебя!» И Дух Твой святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Это так на самом деле. Именно Твой Дух святой свидетельствует Духу нашему. Не просто свидетельство, даже прочитанное, не просто свидетельство, записанное на бумаге, в Библии или в каких-то других книгах, нет. Не просто свидетельство, рассказанное другими людьми или придуманное людьми, нет. Не просто, нет, конфессиональное наше убеждение, там, православное или протестантское, или католическое, или какое-то еще, нет, нет. Удостоверение лишь одно, удостоверение и свидетельство лишь одно. От Духа Твоего святого, непосредственно нашему Духу, по-иному не может быть, просто-напросто, по-другому не бывает, просто нет. Потому что только Ты, Господь. И жительство наше на небесах, потому что Твой Дух свидетельствует об этом. И не видел того глаз, не слышало то ухо, и не приходило то на сердце человеческому, что Ты приготовил Божиим, любящим Тебя. И нам Ты открываешь это Духом Своим святым, и открываешь это нам в таинствах церковных, открываешь это нам в жизни нашей, в повседневной нашей жизни христианской. Спасибо Тебе, Господь. Я спасен телом, ломимым Господа моего Иисуса. Исцелен кровью Иисуса Христа. Я принимаю тело и кровь моего Спасителя сейчас. Истина – это пища и питье. Истина. Истинная пища, истинное питье. Благодарю Тебя, Господь. За Голгофу и за кровь. Благодарю Тебя за все. Спасибо Тебе, Боже Всемогущий. За Голгофу, за кровь, я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. За жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Да, Боже. Благодарю Тебя, мой Бог. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой. За все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю. И за все благодарю. Спасибо Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь Вселенной. Благословен. Спаситель наш, Искупитель наш. Благословен. Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. 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 Велики и чудны дела Твои, Господи, Боже, Вседержитель. Праведны и истинные пути Твои, Царь Святый. Кто не убоится, не прославит Тебя, Ибо Ты един Свят. Все народы поклонятся пред Тобой, Ибо Ты един Свят. Свят, 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 Ты един Свят. Свят, Свят, Ты един Свят. Аллилуйя, слава Тебе. Свят Господь Бог наш, слава Тебе, слава Тебе, слава. Наше жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. И доколе Он придет, мы возвещаем смерть Господню в Евхаристии, в хлебопреломлении, в причастии. Провозглашаем победу Господа нашего Иисуса Христа и ждем Его славного возвращения. И восклицаем, гляди, Господи Иисусе, возвращайся, церковь Твоя ждет Тебя, ожидает Тебя. Слава Тебе, Господь. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Благоставляю всех вас, братья и сестры, благословением священническим. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благоставляю вас всех, братья и сестры, дорогие друзья. Благоставляю. Прошу ваших тоже святых молитв. Вот, я сейчас в Петербурге. Вот, и знаете, короче, есть много тем для молитв. Молитесь хорошо, Бог знает. Не буду во всем рассказывать сейчас. Бог знает хорошо. И вспоминайте о ваших святых молитвах. Благословит Господь, брат Сергий. Аминь. Дякую, дякую, брат. Пусть Бог благоставит вас всех. Вот, и я вас тоже благоставляю. Молюсь за вас во имя Господне. Вот, и молимся о предстоящем соборе в августе месяце. Вот, в Киеве у нас, в нашей Киевской архипископии. 18-19 августа проведем собор. Пусть Бог благоставит вас всех, дорогие друзья. Мир всем вам. Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Сыны Божьи.